Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Большое событие для двух стран происходит прямо сейчас здесь на территории Беларуси. Совместное учение белорусско-российское, ну или российско-белорусское, для вас, наверное, так привычнее произносить. В общем-то, учения плановые и они проходят у нас периодически то на территории Беларуси, то на территории России. Но каждая такая плановая, в общем-то, плановая тренировка наших наших военных вызывает совершенно неплановую реакцию все еще западных партнеров. По-прежнему еще это вот название в обиходе осталось, хотя уже такое очень небольшое натяжка. На ваш взгляд, почему постоянно сопровождается таким вот информационным очень жестким прессингом, в общем-то, достаточно рутинная работа военных двух стран наших. Тем более, что ни для кого не секрет, что мы в союзном государстве, что у нас единая группировка войск, ну и так или иначе нужно тренироваться совместно. Ну, во-первых, проведение учений, даже если это плановые учения и регулярно проходящие раз в год или раз в несколько лет, это информационный повод. Информационный повод яркий, резонансный. И это тот самый повод, который в априори по своему определению привлекает внимание очень широких аудиторий и в России, и в Беларуси, ну и, конечно, за рубежом. Вот. А далее встает вопрос, в первую очередь, для западных средств массовой информации и для западных специалистов информационной операции. Какую интерпретацию этому информационному поводу этому событию можно было бы дать? Какой ярлык на это событие можно приклеить? И, соответственно, группы интересов в СМИ, в спецслужбах западных стран, они отрабатывают этот информационный повод в своем контексте, в рамках своей повестки, выдавая свои интерпретации и подавая под своим соусом западной аудитории. Средства массовой информации западные используют этот информационный повод для повышения градуса, для нагнетания истерии, потому что любой ажиотаж привлекает к их публикациям читателей. И в этом отношении им обычное объяснение, простое и рутинное, о том, что это текущая деятельность. Западные СМИ это не устраивает, потому что, ну какой резонанс в этом, какой хайп можно поймать? Никакого. Поэтому они берут и притягивают за уши самые радикальные версии объяснения этого. Но, помимо западных средств массовой информации, очень грамотно и очень эффективно работают разведники, которые сейчас раскручивают тему о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Вот. Это тема номер один, она используется в самых высших сферах для оказания давления на Россию и на Беларусь. Теперь уже, кстати говоря, тоже. Вот. Это тема спекулятивная. Байден и ЮАС-2. И в этом отношении любое событие западные специалисты по информационным операциям стремятся подтянуть под эту тему, использовать это событие для развития этой темы и показать, что якобы вот это вот еще одно подтверждение того, что все-таки вторжение планируется, не сегодня-завтра оно произойдет. Если все-таки завтра оно не произойдет, то это великая заслуга Байдена, Белого дома, который остановили российскую агрессию там за секунду до ее начала. И в этом отношении появление группировки российских войск на территории Белоруссии и проведение совместных учений очень легко подать как подготовку к вторжению с еще одного направления уже со стороны белорусско-украинской границы. Потому что если эта информация попадает обычному зрителю, западному, неподготовленному, что мешает ему в это поверить, вроде бы все логично. О том, что учения проводятся на регулярной основе уже много-много лет, он, конечно, не знает. Он думает, что это впервые происходят такие совместные учения. Ну вот Россия бряцает оружием, да. Россия бряцает оружием, конечно, обычный зритель не полезет проверять, были ли эти учения раньше. Он возьмет вот эту вот клиповую картинку, которую ему предлагаем. И когда потом в Белом доме скажут о том, что нужны новые сигналы, новые деньги для того, чтобы закупить оружие, переправить там частично на Украину, частично куда-нибудь на Ближний Восток, и потребуется поддержка народа тому же Байдену для продвижения этого решения в Конгрессе. Ну, народ поддержит, потому что они будут настолько накручены и напуганы этими мифами, что они скажут о том, что эта политика правильная. То есть здесь все предельно просто. В момент, когда белорусские и российские военные тренируются, с территории Украины залетает беспилотник и двигается прямо-пряменько к полигону, где, собственно, одна из частей этих тренировок происходит. Украина, мне кажется, тренируется в мастерстве укуса из-под тяжка в такой ситуации. Ну, что касается действия из-под тяжка, то в последние годы они большие мастера именно так и действовать. В этом отношении украинская военщина, нынешняя, она никогда не нападает на противника равного. Она старается бить издали, действовать в режиме провокаций, сходиться на расстоянии рукопашной схватки. Для них это страшное дело, они страшно этого бояться, даже если противник меньше по числу, при этом и хуже вооружен. Поэтому такое увлечение беспилотниками у украинских военных, потому что они считают, что теперь не надо сходиться в рукопашную со страшным ополчением ДНР или милиции Луганской народной республики. Можно издалека их закидать в аэроктарами, ударными беспилотниками, самим сидим в километрах 100 от линии боевого соприкосновения, с полной уверенностью, что никто до них не доберется. Поэтому они такие агрессивные и смелые. Что касается данного инцидента с беспилотником, то я считаю, что не ставили они задачу посмотреть, что там находится на полигоне. Они просто провоцировали действия либо белорусов, либо российских военных. Беспилотник направили специально в направление этого полигона для того, чтобы его сбили. То есть они рассчитывали, что беспилотник будет сбит, потом скажут о том, что беспилотник не пересекал границу, а сбили его на территории Украины. И это выдадут в качестве еще одного доказательства того, что группировка уже готова к вторжению на Украину. Вот они уже начинают сбивать объекты, которые летят в пригородичной полосе. Но видите, беспилотник не сбили, а посадили. Сделали красиво. То, что беспилотник посадили, я думаю, это была неожиданность со стороны украинской страны и тех американцев или британцев, которые руководили этой провокацией. Потому что не рассчитывали, что, видимо, его удастся нам посадить. Но его посадили и в результате российская и белорусская стороны получили напор доказать вот этой шпионской миссии этого беспилотника. Я думаю, что должны были сбить, потом сразу пошло обвинение в том, что вот сбивают уже объекты на территории самой Украины. Но и невозможно не замечать то, как Украину сегодня пичкают оружием. Вот не было б беды. Беда, конечно, здесь может быть. Потому что по поставке новейших видов оружений украинской военщины и карательным формированием, бригадам и батальонам, это очень опасная вещь. Потому что те же каратели мало чем отличаются от террористов, а в некоторых вещах их превосходят. И здесь важно понимать, что эти новейшие системы вооружения будут бить не по вооруженным формированиям Донецкой народной республики, Луганской народной республики. Они будут бить по жилым кварталам, по мирному населению, которому так любят наносить удары ВСУ. То есть погибнут от этих новейших видов вооружения в первую очередь женщины, дети и старики. Как это и было на протяжении всех 5 с лишним лет конфликта на Донбассе. Поэтому очень великая вероятность, что весь боезапас будет расстрелян не по мифическим российским оккупантам и агрессорам, и не по их соратникам в рядах ополчения. Будет расстрелян просто по жилым кварталам, и будет огромное количество жертв среди мирного населения. Но помимо всего этого, есть еще один момент, который заключается в том, что Украина, начиная с 2014 года, превратилась в определенный пункт транзита в торговле, в нелегальной торговле оружием. Потому что появилась для многих западных демократий, появилась легальная возможность запросить у того же Конгресса, допустим, деньги или у своих правительств, на закупку оружия для поддержки суверенитета и независимости Украины, на эти деньги легально же у своих производителей эти новейшие виды вооружения закупить, переправить на Украину, а затем там это оружие исчезало и всплывало в какой-нибудь горячей точке на Ближнем Востоке. То есть оружие элементарно перепродавали. И в этом отношении я думаю, что здесь история точно такая же. Значильная часть этого вооружения вряд ли на Украине задержится, а будет перепродана кому-нибудь из Лежневосточных террористических группировок. И вот там это оружие мы увидим. Такие факты уже были. Поэтому это еще один такой очень опасный момент. Потому что через Украину, под шумиху, который сегодня создали вокруг мифического российского будущего вторжения на Украину, через Украину могут перекачать огромные потоки оружия, боеприпасов, различных средств ударных. И все это попадет в руки террористов. А получив это снабжение, это вооружение, террористы могут снова поднять голову и снова начать наступление и в Сирии, и в Ливии, и во всех остальных местах плыть до молитв. Но вместе с тем, очень многие проводят аналогии, особенно в преддверии Олимпиады. Если помните, когда-то Грузию очень активно пичкали оружием перед Олимпиадой в Сочи. Все знают, что случилось и чем это закончилось. Сейчас Украину пичкают оружием перед началом Олимпиады в Пекине, и все ждут, а чем это закончится. Что касается Олимпиад, то Олимпиады, вы абсолютно правильно привели этот пример, Олимпиада в Сочи была очень хорошим, отвлекающим фактором для этих поставок, потому что все внимание было сфокусировано вокруг этой Олимпиады, на все остальные регионы в мире, где что-то при этом происходило, особого внимания не обращали. Поэтому можно было переправить хоть тоннами это вооружение в Грузию, вряд ли это осталось бы замечено. Сейчас, возможно, картина точно такая же, но в целом только время покажет, какие именно замыслы, тактические планы были у западных покровителей, кураторов Украины, а другое дело, что сейчас, конечно, очень опасная ситуация в плане того, что Украину действительно могут разыграть в этой партии, использовать ее как провокатора и как ресурс, который потратят как раз при проведении этой провокации. И ситуация действительно сейчас сложилась такая, что, во-первых, эта провокация довольно вероятна, к сожалению, будем надеяться, что ее не будет. Во-вторых, возможности для проведения этой провокации сейчас полностью сформировались. Потому что если вдруг американцы или британцы или какие-то другие вместе подобьют Украину на вооруженную агрессию против Донецка и Луганска, там ситуация будет чрезвычайно сложная в том плане, что без потери оттуда, конечно, из этой ситуации будет очень сложно. Как это все разрешится и разрешится ли и в чью пользу? Что касается прогноза на воду, то и ситуация вот какая. Ну, во-первых, чтобы не было соблазнов повторить попытки государственных переворотов таких, какие были предпринятые Белоруссии в 2020 году и Казахстане в начале этого года, ну, во-первых, необходимо перебить союзное государство, необходимо, чтобы это стало союзное государство стало не проформой, а реальной силой. Вот, и до этого проводится сейчас и идет и слаживание, и боевые мучения, и активно идет реформирование органов союзного государства, потому что в одиночку нас, в одиночку нас боятся на Западе гораздо меньше, чем когда мы вместе. Вот, этим и объясняется во многом истериках, которые мы видим на Западе по поводу, в том числе и нынешних учений. Это раз. Во-вторых, надо использовать опытом АДКБ в Казахстане. Это первый прецедент, когда миротворческие силы АДКБ фактически предотвратили вооруженный мятеж стране и госпереворот. Это тоже страшно пригло наших западных партнеров, которых продолжают их называть. Так вот, чтобы западные партнеры не испытывали никаких иллюзий, АДКБ сейчас должен извлечь все уроки и выводы из блестящей проведенной операции и создать систему противодействия государственным переворотам в форме цивилизации, но, по крайней мере, на пространстве стран-членов этого АДКБ. То есть, это должна быть система, это должен быть постоянный действующий штаб, который в случае попытки силой захватить власть или сместить власть в той или иной стране включился бы автоматически, чтобы это не были уникальные решения по согласованию глав государств, которые должны сейчас собраться, позиции должны сойтись при этом, вот они должны найти время для контакта, при этом должна быть система, которая автоматически включается и действует как такой защитный механизм. Если сейчас такого штаба постоянно действующего не создадут, или центра, вот по примеру антитеррористической, например, центра при стартуре, то я буду очень сильно разочарован в этом. Но если создадут, то будет еще один механизм, который позволит при любой попытке Соединенных Штатов Америки насильственно сменить власть в той или иной стране, он позволит мобилизовать силы ресурсов всех стран, всех членов ТКБ, и в результате организаторы переворота столкнутся не с одной отдельной страной, которая всегда проще подавить, а с единым фронтом из всех стран, входящих в эту организацию. Это серьезно. Это второй момент. Третий момент, это, конечно, статус Донбасса и жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики. Здесь важно понимать, что война уделится больше пяти лет. И по этому сроку они превзошли даже длительность Великой Отечественной войны. Представьте себе, какие испытания эти люди претерпели за столь большой срок. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации, когда статус этих непризнанных или частично признанных республик находится в подвешенном состоянии, его надо решать. Очень большой вопрос политической воли в этом на самом деле, потому что я соглашусь с вами в том ключе, что действительно вопрос требует решения, причем такого серьезного и кардинального. А что касается политической воли, то вот сейчас тот самый исторический момент, когда время применения политической воли как раз и пришло. В этом отношении мне очень понравилось действие заявления Александра Григорьевича в Коженге, когда решался вопрос водить на ТВ или не водить. Пожалуй, самая решительная позиция была именно у него. И он делал заявления смелые, решительные, отважные, с моей точки зрения был в определенном смысле даже локомотивом и примером для других лидеров государства. Смотрели на его решительность, но и этой решительностью задержались и подпитывались. Это правда? Поэтому в таком ключе и надо действовать. В проблемных вопросах и тех ситуациях, которые нам пытаются навязать. Западное общество, западные эстеблишменты политические, западные лидеры, они устроены таким образом, что если они получают отпор, они тебе на шею сядут очень быстро. Но как только они получили ответный удар, они тоже вспоминают о гуманизме, о человеколюбии, о правах человека, о том, что людям надо относиться мягче, о вежливости и становиться белыми и пушистыми. И вот для того, чтобы они были белыми и пушистыми, они не резли в наши дела, их периодически надо ставить на место. Ну что ж, будем вместе это делать, тем более, что наши люди в погонах уже прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, в общем-то совершенствуются в этом, в том, чтобы сделать остальной мир добрее, ну или, как вы говорите, белым и пушистым хотя бы по отношению к нам. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...